Сборная России по плаванию Сборная России по плаванию Сборная России по плаванию Сборная России по плаванию А хоккеисты Молота начали выступление на заключительном предсезонном турнире, который проходит в Альметьевске. В первом матче подопечные Александра Гулявцева встретились с пензенским дизелем и оказались на голову сильнее 8-2. В рамках второго игрового дня наша команда помирится силами столетинской ладой. Начало поединка во вторник в 15.00 по пермскому времени. Тем временем фармклуб Молота Приками готов к старту. Во вторник, 3 сентября, начнется новый чемпионат МХЛ. Первый поединок наша команда проведет на своем льду против Кристалла из Бердска. Игра во дворце спорта Молот начнется в 17.00. В Приками еще одним спортивным сооружением стало больше. В Уссуле построили новый межшкольный стадион. В торжественной церемонии открытия присутствовал председатель правительства Пермского окрая Геннадий Тушналобов. На современной универсальной арене есть поля для футбола и мини-футбола, беговые дорожки, площадки для игры в волейбол и баскетбол, а также различные снаряды для занятия физкультурой. Я тут был и 40 лет назад, 30, 20, 10, позапрошлый год был. Я знаю, что здесь было на этой площадке все эти годы. И то, что сейчас мы все с вами видим, это, конечно, абсолютно другое. И уровень другой, и условия другие. И самое-то главное, я думаю, что то, к чему мы стремились, это понравится детям Уссольского района. Ну, я думаю, что даже и взрослые тоже подключатся. Строительство спортивных объектов и развитие массового спорта в крае – один из приоритетов для губернатора Виктора Басаргина. В этом году по его поручению построено 6 межшкольных стадионов, в дополнение к тем 8, которые в Прикамье были ранее. На эти цели из бюджета края выделено 90 миллионов рублей. А в конце прошлой недели на встрече губернатора с министром спорта Виталием Мутко достигнута договоренность о том, что регион получит на строительство школьных стадионов еще 60 миллионов. Еще примерно столько же надо построить. Вообще задача довести порядка 40-50 таких стадионов, чтобы практически каждый муниципальный район имел, в первую очередь, сельские, мы будем ориентироваться, имел примерно такие же условия для занятия спортом. На новых стадионах уже занимаются ребята Юрлы, Большой Сосновы и Уссоли. Не за горами открытие подобных спортсооружений в селах Егва и Усть-Кишерть. Олег Романов, телевизионная служба новостей.